В эфире информационная программа День города и я, ее ведущая Алена Куклева. Здравствуйте! И вот некоторые темы этого выпуска. 46 миллиардов рублей. Рязанская область в числе лидеров по инвестициям по итогам работы форума в Сочи. Ранее таяние снега и активное половодие. Рязанские спасатели начали подготовку к весеннему паводку. Уникальная конференция по урологии. Ведущие специалисты России обсудили актуальные проблемы. 46 миллиардов рублей. Такова общая сумма, на которую власти Рязанской области заключили соглашение на инвестиционном форуме в Сочи. Новые предприятия – это и создание рабочих мест. В регионе их станет на почти 3 тысячи больше. Среди только некоторых проектов. Строительство мельничного комплекса, завода по производству крахмала и завода металлоконструкции. Агентство развития проектных инициатив будет участвовать в строительстве автомобильных дорог в Рязани. Самая крупная – сделка с компанией Евроцемент Групп, которая вложит почти 25 миллиардов на строительство завода Михайлов Цемент. Всего подписано 9 соглашений. Эксперты назвали Рязанскую область в числе регионов, заключивших на инвестфоруме договоры с наиболее крупными суммами инвестиций. Также в пятницу состоялась рабочая встреча губернатора Николая Любимова с первым замом министра сельского хозяйства Джамбулатом Хатуловым. Очень позитивно прошла встреча. Нам обещали помощь по всем вопросам, которые мы поднимали. В первую очередь это поддержка государством инвестиционных кредитов, субсидирование инвестиционных кредитов. Мы обозначали ряд наших инвестиционных проектов, наших предприятий, которые собираются реализовывать их в этом году. И получили одобрение этих проектов. Кроме того, мы обсуждали то, как в текущем уже году будут складываться взаимоотношения наши сельхозпроизводители с трейдерами. Мы говорили о том, как нам выйти на больший объем экспорта. Любимов также принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами регионов. Обсуждали перспективы межбюджетных отношений, поддержку из федерального бюджета и снятия инфраструктурных ограничений. В Рязани прошла уникальная для области медицинская конференция по урологии с участием специалистов-медиков из других городов. На сегодняшний день проблема урологических заболеваний стала особо актуальной. Поэтому методам лечения и предупреждения злокачественных опухолей уделяется большое внимание. 16 февраля в 11 больнице прошла межрегиональная научно-практическая конференция. Обсуждали возможности и перспективы современной урологии и эндокринной хирургии. Современные методы диагностики, лапароскопические операции, способы оперативного лечения и состояние онкоурологической помощи в России – это только некоторые темы, которые затронула конференция. По словам главного врача 11 больницы, все темы актуальны. Докладчики приехали с разных регионов страны. Здесь и Тула, и Калуга, и Москва. Конференции, посвященные проблемам урологии и онкологии, проводятся в России с 2014 года. В этот раз членов симпозиума принимает Рязань. Тематика конференции подразумевает обсуждение проблем урологии, эндокринной хирургии и онкологии. В принципе, 11 городская больница на сегодняшний день является таким мощным именно кластером для развития именно этих специальностей. Потому что на базе этой больницы существует областной рязанский урнефрологический центр, который включает в себя два урологических отделения, нефрологическое отделение, отделение деценционной литотрепсии и центр гемодиализа. Плюс на нашей базе есть уникальное отделение этой эндокринной хирургии, которое выполняет также уникальные операции, в том числе высокотехнологичные при заболевании щитовидной железы. Поэтому вот эти зоны роста, они именно совершенно четко обозначаются на базе нашей клиники. На межрегиональной научно-практической конференции присутствуют как лекторы, так и врачи-хирурги. Поэтому многие практические наработки специалисты возьмут на вооружение. По словам министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого, у наших врачей есть все, чтобы стать лучшими. Мы должны оперировать сложные, интересные операции, чтобы наши люди не уезжали за пределы региона, чтобы они получали эту помощь здесь, чтобы Рязань смотрелась на российском здравоохранении очень высоко. И да, и у нас с вами есть все условия. Один из самых важных гостей конференции – это Андрей Капрен, заслуженный врач России. Он является ведущим специалистом в области диагностики и лечения урологических заболеваний. Андрей Каприн постоянно совершенствует методы хирургического и комбинированного лечения заболевания почек, мочевого пузыря, предстательной железы и других локализаций. Эффективность лечения у этого врача – одна из самых высоких. Что интересно, Андрей Каприн – уроженец Рязанской области. Он вырос к Адаме, поэтому в своей приветственной речи выразил слова благодарности за приглашение на конференцию и возможность оказаться в родных местах. Поэтому я хотел бы еще раз поблагодарить за приглашение на родную мне землю, за то, что я опять смогу дышать этим воздухом, видеть вас и всегда буду помогать Рязанской земле настолько, насколько позволит силы, здоровье и тот опыт, который есть у меня. По словам специалистов, ценность этой научно-практической конференции колоссальна. Присутствие именитых врачей, докладчиков с разных регионов страны, а также обсуждение инновационных методов развития и лечения – все это необычайно важно и нужно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанские курсанты подавили бунт заключенных. Курсанты Академии в Синроссии провели учения по пресечению групповых неповиновений и ликвидации массовых беспорядков во второй колонии. Нарушения мер безопасности не было. Работа пятикурсников получила высокую оценку. Моделирование различных видов происшествий позволяет отработать умения и навыки сотрудников принимать решения оперативно, полагаясь на учебные знания. Курсанты отправились на розыск преступников, совершивших побег из колонии. Они проснулись по сигналу сбор и, получив соответствующую экипировку и вооружение, отправились в 15-километровый пеший марш-бросок от заборья до учебного центра в Сельцах. Вообще учения проходят достаточно интересно. И очень важно, что они есть в учебном процессе, так как это позволяет нам подытожить все знания, полученные за 4,5 года обучения в данном ВУЗе. Это определенная закалка, это поддержание здоровья, хорошего состояния. И в любом случае такие занятия просто необходимы. Мы прошли пешим ходом 13 километров, шли длинные колонны, и каждый курсант был на расстоянии друг от друга километра, но, естественно, если были какие-то падения, все друг другу помогали. Рязанские спасатели начали подготовку к весеннему половодью. По прогнозам синоптиков, активное таяние снега в этом году может начаться раньше среднемноголетних значений, а половодье будет выше прошлых лет. В четверг в поселке Октябрьской Михайловского района состоялось выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Речь шла о готовности спецслужб, пропуску паводковых вод и обеспечению безопасности людей на воде. Сейчас ее уровень в реках Рязанской области близок к многолетним значениям летнего периода. В прошлые годы он был ниже. МЧС информирует население о возможных повышениях уровня воды в реках, плановых и неплановых сбросах водохранилищ. Особое взаимодействие будет организовано с теми районами, которые находятся в верхних течениях рек. За развитием паводка будут следить 600 спасателей, 100 единиц техники, в том числе аэромобильная группа. К другим темам. За прошлые сутки в Рязанской области произошло три ДТП, в результате которых травмы получили три человека. Остальные 30 инцидентов обернулись исключительно материальным ущербом, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. Одна из пострадавших – 22-летняя девушка. Наезд на нее на регулируемом пешеходном переходе совершил 52-летний мужчина на грузовике МАЗ с полуприцепом. К счастью, обошлось с травмами, с которыми пострадавшая обратилась в медицинское учреждение. Авария случилась на улице Зубковой. Неубранный снег и гололед опасны для автомобилистов. Но кроме сезонных проблем водители и жители областного центра пугают старые деревья. Случай одного такого двора знает Валерий Седов. Улица Зубковой, дом 22. Здесь, в парковочном кармане, простым жителям и автомобилистам грозит самая настоящая опасность. Дело в том, что деревья, которые растут вдоль пешеходной дорожки, уже сухие. И сломаться могут в любой момент. Самое главное – то, что пешеходная дорожка может пострадать детям. Это уже очень серьезно. Совсем недавно ветки Сывы уже падали. Людям повезло. В этот момент на парковке не было ни одного автомобиля. Правда, упавшая ветка лежала на проезжей части практически две недели. Что и говорить о том, что решать проблему со старыми деревьями не намерена ни одна инстанция. А обращался Василий практически во все. По кадастровой карте граница 22-го дома заканчивается буквально в полуметре от злополучных деревьев. Поэтому обращение в управляющую компанию ни к чему не привели. Городские компании попросту не стали разговаривать с пенсионером. А в благоустройство города Василий написал три заявки. И, как можно заметить, дело никуда не сдвинулось. Городские службы ответили, что делают обрезку деревьев только вблизи фонарей и проводов. Хотелось бы, чтобы кто ответственный за это, за обрезку деревьев, отнеслись к этому со всей серьезностью. Но добиться, чтобы куда-то, ну, кому именно, кто занимается этой обрезкой, я не смог. По словам Василия Кирюшкина, ветки деревьев падают практически безветренную погоду. Представить, что будет, если она изменится, сложно. Оставлять свои машины вдали от деревьев жители дома не собираются. Вечером приедешь, уже все в девять. Тут уже, как говорится, яблоковый снег. Ворковый снег. Кто как может, тот так и приспосапливается. Жители дома 22 по улице Зубковой говорят, что не хотят, чтобы деревья срубили под корень. Простой обрезки веток было бы достаточно. Правда, как замечают пенсионеры, на этих местах могли бы расти красивые березы или тополя. Наш телеканал отправил запрос в администрацию города. И в скором времени мы вернемся вновь к этой истории. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И в продолжение темы о деревьях. Что в лесу родится, на дворе годится. Под таким названием открывается выставка в Рязанском Кремле, которая показывает археологические находки из дерева. Какие именно узнала Ирина Ковалева. Подобные выставки в музее проходят нечасто. Ведь демонстрация артефактов из дерева всегда сопряжена с определенными сложностями. Дело в том, что древесина довольно легкий в обработке материал, но вместе с тем он подвержен всевозможным разрушениям. Именно поэтому находка изделий из дерева для археологов – большая удача. Все экспонаты выставки были найдены на территории Рязанского Кремля в ходе исследований жидного раскопа в слоях XVI века. Именно там культурный слой был достаточно влажным, и влага явилась отличным консервантом. Благодаря этому сегодня мы можем познакомиться с теми предметами, которые наши предки изготавливали из дерева. А таковых очень много. Недаром же Русь называли деревянные. Это и посуда, и орудия труда, и предметы личной гигиены. Так, одним из ценнейших экспонатов является деревянный гребень, который сохранил инициалы владелицы. Сделан он из самшита – древесины, привезенные из Византии, что является большой редкостью, ведь обычно наши предки использовали более распространенные виды дерева. Буквально каждый артефакт отправлялся на анализ специалисту, и мы смогли установить, какие конкретно породы древесины шли на ту или иную категорию находок. Так, специалисты сообщили, что для изготовления деревянной посуды использовались породы лиственничных деревьев, поскольку именно эти деревья обладают гладкой и ровной текстурой. Посуда получалась очень красивая. Что касается деталей мебели, транспортных средств, то эти изделия изготавливались из дуба, самого прочного материала. Детские игрушки, деревянные сабли и лодочки обычно изготавливались из сосны. Кстати, на выставке представлен уникальный экспонат – игрушечная лодка, которая полностью сохранила свою изначальную форму и не имеет никаких повреждений. Также экспонатами, заслуживающими особого внимания, являются оправы для зеркал. Сама категория этих находок была атрибутирована сравнительно недавно, около двух десятилетий назад, по археологическим находкам в Великом Новгороде. Там чудом сохранилось остатки зеркала. Специалисты провели химические анализы и смогли установить, что вот эта широкая категория находок является ничем иным, как оправами для зеркал. Они были как деревянные, так и выполнены из цветного металла. Что любопытно, некоторые наши оправы сохранили следы росписи. Прослеживается орнамент красками. На одной из оправ имеется прочерченный орнамент растительный. Коллекция деревянных артефактов Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника является одной из наиболее полных в центральном регионе страны. Экспонируется она впервые, и знакомство с ней наверняка будет интересно как посетителям, так и исследователям. Выставка, что в лесу родится, на дворе годится, будет работать на втором этаже дворца Олега до июня. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Время забыть все обиды и попросить прощения у близких. В это воскресенье у православных верующих, прощенное воскресенье, его отмечают в канун Великого Поста. Традиция берет свое начало из глубокой древности. В египетских монастырях в этот день монахи покидали свою обитель и уходили в пустыню. Из опасного отшельничества возвращались не все, поэтому перед этим было принято прощаться с братьями. Сегодня традиция прощенного воскресенья существует во всем православном мире. Нужно постараться не считать себя лучше других. Вот прощение, акт прощения, он очень помогает в этом смысле, потому что когда мы просим прощения, мы понимаем, что мы действительно можем людей вольно или невольно обидеть. Но важно еще и простить, потому что точно так же просят прощения и у нас. И мы иногда таим в сердце обиду, злость на кого-то. Нужно уметь и прощать, чтобы в пост вступить с чистым сердцем. И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. город62.тв Я прощаюсь с вами до завтра. Мы подведем итоги этой недели. А пока хорошего завершения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 4,7% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Рязан Sache. Рязан Machine Редактор субтитров А.Семкин